Сосны, варя, как свечки загораются и падали на другие сараи. Вот это вот видно, вот все, все сгорели. А длинные они как свечки загорались и падали. Для жителей Сельцо 25 октября прошлого года запомнится надолго. За объездной дорогой на территории густо застроенной хозяйственными постройками начался сильный пожар. Горели сарай, гаражи, погреба и даже дачные домики. А вместе с ними велосипеды и мотоциклы, у других электротехника и строительные материалы. Погибла живность куры, козы, свиньи. В погребах у горожан были уничтожены запасенные на зиму консервация, картошка и другие овощи. Гражданам на территории города Сельцо был причинен значительный материальный ущерб. Это можно недолго посчитать потерпевших более 400 человек. И у каждого потерпевшего заготовил себе осенью консервацию, картошку. И каждый потерпевший приносил заявление о причиненном ущербе в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Сказать, что пожар вызвал большой общественный резонанс, не сказать ничего. Люди были напуганы. Экспертиза подтвердила, причина возгорания – умышленный поджог. Практически все сотрудники сельцовской милиции в той или иной мере участвовали в розыске поджигателя. В декабре сыщикам повезло. Они задержали 19-летнего местного жителя, который в подробностях рассказал, как все было. Лучше встать решили, мы с другом встретились, с друзьями, подвигли немножко. Мы решили сходить отомстить на цараре, на деду, который нас ранее гонял, мы там собирались, играли в карты. Для приведения приговора в силу понадобилось всего 3 литра бензина и пол-литра спиртного для смелости. Вот вопрос такой, если бы вы в тот момент сами по себе были бы трезвые, вы бы совершили вот это? Нет, такого вот нет, уже не совершил бы. Мне зачем было бы трезвым, но такое бы совершил. Вериться в слова этого героя мало, ведь спустя неделю с подельником они решили повторить зрелище. В ночь с 3 на 4 ноября в сельцо снова полыхал огонь. Число потерпевших – 395 человек. Именно столько построек сгорело за две ночи октября и ноября. Ущерб от 15 до 20 тысяч рублей в каждом отдельном случае. Нетрудно посчитать, что суммарно это многомиллионные убытки. В том числе и с нашей инициативой были выделены денежные средства администрации города Сельцо. И часть материального ущерба была возмещена. Если суд признает поджигателей виновными, им грозит до 5 лет лишения свободы и возмещения материального ущерба. Александр Новиков, Владимир Родин. События. Сельцо. Конечно. Продолжение следует...